Я довольно часто советую своим ученицам основой под флис при создании этого меха использовать шерсть однородную, такую же, как сам этот флис. И меня часто спрашивают, а где ее взять? Допустим, у нас есть кудряшки, а где взять такую гребенную ленту или кардачос? Ну, я сейчас для того, чтобы записать, специально взяла уже промытую и окрашенную шерсть, хотя есть легенда про зеленых барашков в Монголии, в Ирландии, например. Ну, вот я взяла для наглядности, чтобы было просто хорошо видно. Итак, у вас есть уже промытый флис, кудряшечки, они сухие. Причем тут можно брать, кстати, для этого остатки флисов, которые не пошли в другие проекты. И у меня есть вот такие гребни, по-английски они называются комбы. Такие вот серьезные агрегаты, которые, в общем, на кого-то могут даже такой страх навести. Ну, не буду рекламировать производителя, хотя у меня комбы Майя Крафт. Это хорошие, надежные, проверенные веками такие приспособления, ими исторически пользуются очень давно. И те, кто занимаются придением шерсти сами, эти комбы используют для обработки флисов, как раз для первичной обработки. Ну, вот что мы делаем, да, берем вот так наши кудряшечки флис, да, то, что у вас остались какие-то небольшие запасы. Причем очень хорошо сюда идут кудряшки, которые не пошли вам в эко-мех, допустим, по длине. Или уже они немножечко так размахлились, не очень хорошо сформированы. Вот как раз-таки с ними имеет смысл еще поработать для того, чтобы получить очень качественный, очень хороший материал для дальнейшей работы. В принципе, таким же образом я беру вот то, что в эко-мех не привалялось хорошо, остатки, да, просушиваю. Вот я беру на один комб, набрала такую придержню флисов, да, посадила кудряшки, и от себя под углом 90 градусов, направив эти зубья, я прочесываю. По правилам положено это делать действительно от себя, потому что, ну, вот эти зубья на комбах, они очень острые, да, очень мощные. Чтобы не пораниться, это лучше делать именно так. Я вам показываю специально в таком замедленном темпе для того, чтобы было все видно и хорошо. Вообще я это делаю намного быстрее, и замедленный такой процесс, в общем, для меня он непривычен. Как-то даже руки себя не очень ловко чувствуют. Вот так вот прочесываете, да, несколько раз, и вы видите, что кудряшки, они превращаются прямо вот в такой, вот как кардачос, да, пушистые становятся, гладенькие, никаких нет, нету уплотнений. Ну, для того, чтобы довести до такого идеального состояния в одну-другую сторону, каждую вот эту вот такую пучок кудряшек надо прочесать несколько раз. Сколько раз, ну, зависит, конечно, от того, какая именно у вас шерсть, какой именно у вас флиз. Гребни, кстати, эти комбы могут быть однорядные и двурядные, в зависимости от того, для какой шерсти. Для более толстой шерсти они однорядные, для файн, для нежной шерсти они двурядные. На них можно таким образом прочесывать любую совершенно шерсть, и козий пух можно прочесывать, и ангору даже, и альпака прекрасно. Ну, вообще для обработки шерсти такой вот старинный инструмент, который до сих пор очень активно используется. Ну, вот я прочесала, да, вы видите, что это вот такое вот пушистое облачко на этом гребне. Уже чистенькое, ничего в нем не попадет, никакие травинки, никакие загрязнения. Естественно, что с такими компами мы работаем уже с промытым флизом. И я вот достала для того, чтобы это все превратить в гребенную ленту, так вот можно использовать и раскладывать облачками, как кардачус. Видите, я достала такую пластиночку с дырочками. У меня это отличная штучка, отличное приспособление. Это называется диз. Я, честно говоря, даже не знаю, как в русском языке, да, но если вы будете искать где-то на сайтах англоязычных, это диз. И вот, ну, что мы делаем. На ней дырочки разного диаметра. Для более толстого, для более толстой гребенной ленты топса я использую широкое отверстие. Для тонкой ровницы, естественно, маленькое по диаметру, меньшее отверстие. И вот я вот так продернула шерсть и начинаю вытягивать постепенно рукой. Опять-таки, вот замедленный темп, жуткая штука, рукам неудобно уже. И смотрите, да, было облачко на гребне, а получился вот такой совершенно шикарный сливер. Его можно раскладывать очень и очень тонко. И вы видите, он чистенький, равномерный. Вы бы знали, какое удовольствие вообще из такой раскладки потом валять. Из такого вот, ну, действительно, это чистейший сливер. Да, вот видите, какое облачко получилось. Ну, то, что осталось, остатки. Ими можно, конечно, что-то набивать, использовать для декора, а можно свалять бусинки. Я чаще всего из этого делаю бусинки. Но еще каким образом можно использовать? Можно поразвлекаться, вот вы берете, допустим, остатки кудряшек. Сюда вот, действительно, всякая мелочевка пойдет. Ну, наверное, все, что больше двух сантиметров длиной, можно использовать просто отлично. Ну, совсем крохотные, конечно, не пойдут. Это то, что до сантиметра, может быть, где-то вы в качестве непсов используете. Да, а в такой работе, конечно, это не пойдет. Не старайтесь набрать на гребне сразу много вот этих кудряшек, потому что чем больше, тем сложнее прочесывать, и это займет больше времени. Набирайте лучше маленькими вот такими пучками, и эта работа будет неутомительной, достаточно выстроить. И попробуйте к этим кудряшкам добавить, ну, вот я взяла другого цвета шерсть, да, вот такую горчичку приятную. Вот, и даже она немножко с какими-то вкраплениями, по-моему, Анжелина у меня, ну, просто остаток топса взяла, да. Для того, чтобы показать, как на комбах перемешивается шерсть, можно получать очень-очень интересные свои авторские бленды. При этом, ну, не имея даже, там, особо дорогих приспособлений, таких как картеры или карт-доски, вот это очень удобно. Особенно, если вы не очень много валяете, и вам нужны, ну, небольшие количества таким образом обработанной шерсти. Но это быстро, это, в общем, достаточно просто. Я иногда просто вот сижу там, фильм какой-то смотрю, а параллельно таким образом разбираю кудряшки. Ну, чаще всего, конечно, не окрашенные, потому что мне не надо снимать на видео этот процесс, когда я просто работаю. А в данном случае, действительно, ну, цвет определен только для того, чтобы было хорошо видно. Вот видите, какие-то пока остаются какие-то уплотнения, да, мы прочесываем до этого момента. Действительно, по правилам, конечно, надо прочесывать от себя. Но скажу вам честно, я всегда работаю, направляя гребень в одну и в другую сторону гребень одной руки. Один держится всегда стабильно в одном положении. Еще я левша, мне сложно показывать то, что я работаю правой рукой, да. И вот, смотрите, я работаю вот так, в одну и в другую сторону. Тогда, на мой взгляд, процесс идет быстрее, как-то энергичнее, да. Я уже не боюсь пораниться этими гребнями. Хотя, конечно, когда первый раз взяла их руки, у меня, честно говоря, был шок такой, потому что это действительно достаточно такой мощный инструмент. Эти стальные такие толстые зубья, по первому разу они ужасают. Ну, вот смотрите, несколько раз я прочесываю таким образом, в одном и даже в другом направлении. Но всегда один гребень идет к другому под 90 градусов, в общем-то. И, ну, прочесываете действительно по необходимости. Невозможно сказать, сколько раз. Ну, мне кажется, все практически сделано. Мне кажется, что еще разочек я пройдусь для того, чтобы была большая равномерность. Видите, было уплотнение, пришлось потянуть немножечко сильнее. Вот еще один разочек. Действительно, количество времени, которое вы затратите, зависит от исходного материала. Ну, конечно, от силы ваших рук. Смотрите, да, какой интересный получается переход цвета. Я чуть-чуть совсем добавила, да, топса. И вот что делаю. Да, точно так же. Через отверстие в дизе я продергиваю краешек и, начиная вот так вот его перемещая с одного края к другому, подтягивая немного рукой. Шерстинки прекрасно идут от нас к другой. И получается вот этот наш прекрасный бленд, отличный бленд, какого нет ни у кого. Можно таким образом подобрать цвета. Видите, вот такая прекрасная гребенная лента даже. Ну, по сути, она более мягкая, как сливер такой, да. Вот из этого обычно придут. Но кто нам мешает, это использовать для валяния. Ну, конечно, я вам честно скажу, такие вот настоящие хорошие комбы стоят достаточно дорого. Да, в общем, как бы и хороший диз, это тоже вылетает в копеечку. Ну, мне вот диз этот прекрасный сделал муж и как раз по моим требованиям. Но мы же умные. Мы всегда умеем приспосабливать что-то, что есть в хозяйстве и находить более экономичные, ну, такие более простые, но отлично работающие варианты. В данном случае очень хорошо может спасти зоомагазин и какие-то наши бабушкины сундуки. В зоомагазине можно купить вот такой вот гребень для вычесывания длинношерстных собак. Они бывают тоже однорядные и двурядные, бывают с зубьями разной длины. Конечно, они стоят, ну, раз в пять, если честно, дешевле, чем вот такие вот комбы для обработки шерсти. Ну, потому что тут пластмасса, там полностью ручная работа, эти комбы делаются, а тут пластмасса, штамповка, но тем не менее зубья стальные, на них абсолютно точно так же, да, можно набирать вот эти вот кудряшки и купили два таких гребня, не потратив на них огромные деньги, а может быть у вас есть уже дома у собаки, если вот у нас, допустим, такой гребень и остался от хаски, да, вот хорошая память об очень хорошей собаке. И комбы, соответственно, и диз тоже можно заменить. Первое время, пока у меня диза не было, я использовала датскую монетку с дырочкой в серединке, а можно брать даже большую пуговицу, у которой большие отверстия, можно даже одну дырочку подточить, можно китайские монетки, кстати, брать. Смотрите, вот где-то по диаметру, да, чтобы совпадало, ну, можно взять и надфильм подточить. И точно так же, абсолютно просто, вот я взяла кончик вот этого облачка, да, ну, с гребней, если будете набирать, продергиваю в одну дырочку, да, смотрите, как только шерсть попадает, шерстинки одна за другой проходят. Можно ровницу такую делать, можно набирать себе действительно топс, ведь иногда надо бывает стабилизирующий ряд проложить при раскладке, именно не кардачесом, а топсом. Иногда надо сделать перекот от флиса, да, к самому полотну, чтобы совпадал по цвету, по фактуре шерсти. Ну, вот видите, как легко работать с таким сливером домашним, да. То есть, все очень просто, можно найти удобные и очень экономичные варианты,